Здравствуйте! В бой идут «Одни старики» – один из лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне. С момента его выхода на экраны прошло 47 лет, но картина продолжает любить зрители разных поколений. Несмотря на то, что картина длится около полутора часов, она оставила в памяти зрителей множество образов, таких как «Молодые лейтенанты», «Смуглянка», «Кузнечик», «Ромео». А фразы из фильма многие зрители помнят наизусть. Как же сложились судьбы актеров, снявшихся в этой военной драме? Имя Леонида Быкова знают миллионы зрителей разных поколений. У него было много актерских и режиссерских работ и ни одного провального проекта. Все его работы в качестве актера и режиссера стали настоящей классикой, золотым фондом кинематографа СССР. Леонид Федорович Быков родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменское Донецкой области. Его дебют состоялся в мелодраме «Судьба Марины» в 1953 году. А затем последовали искрометные кинокомедии «Укротительницы тигров» и «Максим перепелица». Очень высоко была оценена военная киноповесть «Добровольцы». Еще большую известность ему принесла картина «Алешкина любовь», в которой он продемонстрировал талант актера-романтика, создав образ интеллигентного, наивного геолога с душой влюбленного Ромео. Сценарий фильма о летчиках Леонид Быков вместе с Евгением Анаприенко и Александром Сацким написал в 1962 году, а картину по нему «В бой идут одни старики» снял лишь в 1973. Сам же сыграл там главную роль капитана Алексея Титаренко, маэстро. Известная мудрость гласит, когда говорят пушки, музы молчат. «Мы же хотели доказать, что в годы испытаний побеждают те, кто остается людьми в самых жестоких условиях, кто берет с собой в бой все светлое и человечное, за что и ведет битву с врагом. А что может быть прекрасней музыки?» Недаром герои второй поющей эскадрильи любят повторять. «Войны приходящие, музыка вечна», — говорил Леонид Быков. Есть в фильмографии Леонида Быкова и другие военные фильмы «На семи ветрах», «Разведчики», «Ат и баты шли солдаты», его последняя режиссерская работа и последняя роль в кино. Но не менее хорош он и в мирных картинах, особенно в тех, где удавалось актеру проявить и свой комедийный дар, как, например, в его фильме «Зайчик», где Быков сыграл главную роль театрального гримера Льва Зайчика. Единственной любовью Леонида Быкова была жена Тамара Константиновна в девичестве Кравченко. Как вспоминают их дети, пара до последних дней сохраняла трепетное отношение друг к другу и собственным примером показывала, что такое настоящая любовь. Первый ребенок супругов, девочка, умерла в младенчестве. Затем появился сын Лесь, по паспорту Александр, и дочь Марьяна. В 1978 году Леонид Быков начал снимать фантастический фильм «Пришелец». Эта картина так и осталась незаконченной. 11 апреля 1979 года Леонид Федорович погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с дачи на машине. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Сергей Александрович Подгорный родился 27 декабря 1953 года в селе Буча, что недалеко от Киева. Дебют Сергея Подгорного в военной драме Леонида Быкова «В бою дут одни старики» состоялся во время его студенчества. Юный Сергей сыграл роль лейтенанта Виктора – Смуглянки. Эта роль стала знаковой в жизни актера, она сопутствовала его узнаваемости на протяжении всей его жизни. Далее в творческой карьере Сергея Александровича последовали роли обаятельного сотрудника УГРУ Гриши в фильме «Рожденные революции», сдержанного и рассудительного председателя колхоза Валерия Кравчука в фильме «Два дня в начале декабря», мужественного и волевого Якова в фильме «Соломенные колкола». До 1995 года снимался достаточно активно в ролях второго плана и эпизода. Но с развалом Советского Союза он, как и многие другие актеры, остался неудел. Новая страна и жизнь диктовали свои жесткие условия, ознаменовавшие упадок кинематографа в целом. Ему приходилось искать себя в новом амплуа для того, чтобы выжить в новых условиях. В 2008 году Сергею Подгорному после долгого перерыва в 14 лет выпала возможность побывать на съемочной площадке. Пусть не больших, но все же значимых в жизни актера в ролях реализовать свой нерастраченный талант. Подгорный снялся в эпизодической роли в сериале «Возвращение Мухтары», и последней его киноработой стала роль в фильме «Золушка с острова Джерба». Сергей Александрович дважды был женат. Первая жена – Светлана. Поженились в начале 80-х. В браке родился сын Владимир. Вскоре первый брак распался. Личная жизнь Сергея Подгорного еще раз получила шанс на счастье, когда артист встретил и полюбил свою землячку Лидию. В этом браке на свет появилась дочь Александра. Но и этот союз распался. В последние годы Сергей Подгорный жил вместе с мамой. Работал в Столярум. 19 июля 2011 года не стало смуглянки. Умер Сергей Александрович от острой сердечной недостаточности в больнице города Ирпень. Похороны состоялись 21 июля. Его похоронили на городском кладбище Бучи, рядом с умершими отцом и старшим братом. Сергей Петрович Иванов родился 22 мая 1951 года в Киеве. За годы учебы в институте Иванов успел засветиться в эпизодических ролях кино. В таких картинах, как «Зазули с дипломом», «Голубое и зеленое», «Улица 13 тополей» и других. А в 1972 году после выпуска был принят актером на украинскую киностудию имени Довженко, где и нашел его Леонид Быков, подбиравший своих музыкальных мальчишек в поющую эскадрилью. Иванов взял Быкова здравым нахальством, когда, по сути, сам себя назначил на роль кузнечика. И противостоять этому напору Быков не сумел, решив попробовать. И не прогадал. Ведь интеллигентный типаж молодого артиста вместе с его смелостью создали притягательный образ летчика Александрова, прозванного Кузнечиком. Как признался спустя несколько лет сам актер, он настолько вжился в эту роль, что ему порой казалось, что на дворе стоит не 1973, а 1943 год. И ему в самом деле завтра идти в бой. После участия в ленте «В бой идут одни старики» актер стал очень востребованным не только на киностудии имени Довженко, но и на других студиях СССР. Фильмография его в последующие годы быстро пополнялась. Вплоть до начала 90-х ежегодно он снимался в трех-четырех проектах. В таких фильмах, как «Эффект Ромашкина», «Архимеды», «Перед экзаменом», «Аты-баты шли солдаты», «Дни турбинных», «Дачная поездка сержанта Цибули», «Семейный круг» и многих других. Впервые Сергей Петрович связал с себя узами брака в 19-летнем возрасте. Спустя три месяца после свадьбы этот союз распался. Вторая супруга Иванова была профессиональной балериной. Актер хотел детей, а она боялась испортить фигуру. За семь лет совместной жизни они провели вместе не более четырех. То у нее выступления, то у него съемки. У каждого была своя жизнь. Третьей и последней женой Сергея Иванова стала молодая девушка Лариса. С ней актер познакомился в пединституте. Сам артист потом рассказывал, что он влюбился в Ларису с первого взгляда. Этот брак подарил Сергею Иванову прекрасную дочь – Марию. Когда артисту перевалило за 40, у него начался творческий подъем. Он мечтал снять серию картин о замках Украины, но успел закончить только один выпуск. Среди других интересных проектов Иванова – многосерийная телепередача «Наши за границей», в которой артист рассказывал о буднях и праздниках иммигрантов. Несмотря на успех своих проектов, Иванов тосковал по актерской профессии, поэтому с радостью согласился сыграть главную роль в ленте «2 июля» в 1998 году. Эта работа стала последней в его карьере и жизни. Сергей Иванов ушел из жизни 15 января 2000 года. Причиной смерти стал инфаркт. Похоронен актер на Байковом кладбище в Киеве. Рустам Абдулаевич Сагдулаев родился 25 июля 1950 года в Ташкенте. Сниматься начал в 13-летнем возрасте. Дебютом в кино стала роль Алиджана в фильме «Коннотоходцы» в 1964 году. Затем были роли в фильмах «Влюбленные», «Интеграл», «Без страха». Актер стал известным на весь Советский Союз после выхода на экраны фильма «В бой идут одни старики». В этой картине Рустам создал незабываемый, нежный и трогательный образ Ромео, влюбленного в юную летчицу Машу Попову. После этой роли в самого Рустама влюбилась добрая половина всех зрительниц огромной страны. Теплое отношение к Сагдулаеву навсегда сохранилось в сердцах многих поколений. И в частной жизни, по словам знающих его людей, он практически такой же, как в фильме. Добрый, отзывчивый и душевный человек. Кстати, он в основном и играет людей порядочных. Карьера узбекского актера складывалась довольно удачно. До самого распада Советского Союза он много снимался. Зрители с удовольствием наблюдали за его работами в картинах «Какие наши годы». Повесть о двух солдатах, «Шок», «Заложник». В середине 90-х наступил тяжелый период безденежья и невостребованности. Сагдулаеву, привыкшему к высоким стандартам актерского мастерства, часто предлагали работу, но это была такая низкопробная халтура. На которую он, в силу своих убеждений, просто не мог согласиться. Но выход все-таки был найден. Актер решил создать собственную киностудию, где он будет выступать в разных ипостасях, выполнять работу режиссера, сценариста, продюсера. В конце 90-х годов его мечта осуществилась. В 2001 году зрители увидели 10-серийную ленту Сагдулаева «Слепые». В 21 веке Рустам Абдулаевич не только много снимается, но и снимает. Женился Рустам Сагдулаев по восточным меркам поздновато, после 30 лет. С женой познакомился случайно. Пришел в пошивочный цех «Узбекфильма» забирать свой костюм. А Марина Кузина работала начальником этого цеха. Поначалу Марина отнеслась к ухаживанию Рустама скептически. Он же знаменитый и обожаемый зрителями актер. И, наверное, как все актеры, непостоянный и ветреный. Но вскоре она поняла, что это человек глубоко порядочный и надежный. А еще одинокий. И дала согласие на брак. Вместе они почти 40 лет, и они счастливы. У Рустама и Марины двое детей. Сын Равшан и дочь Навруза. По словам друзей, у супругов такие же нежные и теплые отношения, как и в начале семейной жизни. Сегодня Рустам Сагдулаев владелец собственной студии. Снимается в российских и узбекских фильмах и сериалах. В творческих планах актера еще множество проектов. А недавно актер стал дедушкой. Ольга Николаевна Матежка родилась 26 октября 1947 года в Гастомеле, Киевской области. В кино дебютировала в 1970 году. В фильмах «Севастополь», «Сады», «Семирамиды», «Город первой любви». Позже Ольга Николаевна перевоплотилась в веру Крыжановскую, в «Иду к тебе», Ольгу Петровну, в 17-м Трансатлантическом. Широкая известность пришла к ней в 1973 году благодаря роли Зои Молчановой, пилота ночного бомбардировщика «У-2». В фильме в бой идут одни старики. Актриса, по ее признанию, очень любит пересматривать картину. Мое уважение к авторам картины безмерно. Сколько бы ее ни смотрела, а раз в 50 это точно было, всегда вместе со зрителями переживаю за каждый кадр. Это и называется «Живое», «Берущее за душу», «Настоящее кино». Позже актрису можно было видеть в картинах «Пропавшая экспедиция», «Рожденная революцией», «Дара тайна на три мушкетера», «Женщины шутят всерьез», «Обвиняется в свадьбах» и в многих других фильмах. Была замужем за кинооператором и режиссером Александром Итыгиловым. Познакомились они во время учебы в Авгике. Только он учился на операторском. В браке родился сын, которого, как и отца, назвали Александром. Он также стал режиссером. Муж актрисы в 1986 году участвовал в съемках аварии на Чернобыльской АЭС. Получил большую дозу облучения и скончался от царкома легких. 25 июня 1990 года. Ольга Николаевна тяжело переживала смерть мужа. В 1994 году Ольга Матешко в составе делегации поехала в США и осталась там. Преподавала в Свято-Сергиевской академии на Манхэттене. Работала звукорежиссером на телеканале в Нью-Йорке. Позже вернулась на родину. Работала на телевидении. Начала опять сниматься в фильмах и телесериалах. В частности, в фильмах своего брата Анатолия Матешко и сына Александра Итыгилова-младшего. Евгения Павловна Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде. Евгения Симонова – народная артистка России. Лауреат множества кино и театральных наград. Признанная звезда, которую помнят и как Катю из Афони, и как принцессу из обыкновенного чуда. А на пробы к Леониду Быкову она попала робкой 18-летней второкурсницей театрального училища. Режиссеру нужна была именно такая героиня – юная девушка, не знавшая любви, но оказавшаяся в самом пекле войны. Актриса признавалась, что после выхода картины она узнала, что такое слава. Ее узнавали на улицах, поклонники дарили цветы. «Это мой крестный отец кино. Человек, которого я буду любить до последнего вздоха. Один из самых светлых, прекрасных и талантливейших людей, которых я встречала в жизни». Так говорит Евгения Симонова о Леониде Быкове. На сегодняшний день фильмография актрисы 90 ролей в кино. В таких фильмах, как «Пропавшая экспедиция», «Школьный вальс», «Золотая речка», «26 дней из жизни Достоевского», «Рассказ неизвестного человека», «Транзит». В 2019-м получила роль Ирины в мелодраме «Скажи правду». Первым мужем Симоновой стал Александр Каидановский. Жене тогда было 19 лет, а Александру 28. И для него это был уже второй брак. Вскоре у пары родилась дочь Зоя, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой. Через 6 лет их брак распался. Причины не сошлись характерами. Затем был короткий, меньше года, брак с актером Дмитрием Полонским, с которым Симонова познакомилась на съемках фильма «Карантин» в 1983 году. В третий раз Евгения Павловна вышла замуж за кинорежиссера Андрея Ишпая. В браке родилась дочь Мария, которая унаследовала гены своего знаменитого деда, композитора Андрея Ишпая. Она окончила Московскую консерваторию и стала известной пианисткой. А в детские годы снялась в нескольких картинках вместе со своими родителями. Союз Симонова и Ишпая оказался удачным не только в личном, но и в творческом плане. Они до сих пор вместе и очень счастливы. Алексей Макарович Смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе Данилове, Ярославской губернии. Алексей Смирнов полюбился зрителям в характерных образах. Хулиган из операции «Ы», завхоз из «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», сметана в свадьбе в Малиновке. Фразы его героев уходили в народ, но сам актер совершенно не походил на тех, кого играл. Он мечтал о серьезных, драматических ролях, но режиссеры его в таком амплуа не видели. Стереотип разбил Леонид Быков, настоявший на утверждение Смирнова на роль Макарыча. Актер оправдал доверие на сто процентов. Военная тематика была близка Смирнову. Мало кто знал, что на войне он был фронтовым разведчиком. За доблесть и мужество он был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами славы, медалью за отвагу, другими наградами. «Как жаль, что я так поздно нашел своего режиссера», – говорил Смирнов после того, как картина вышла на экраны. У артиста были проблемы со здоровьем, из-за которых он, в частности, не смог сняться в еще одной военной картине Быкова «Аты-баты шли солдаты». В 1979 году, узнав о гибели Леонида Быкова, который стал для него близким другом, Смирнов в очередной раз попал в больницу. 7 мая 1979 года он скончался в возрасте 59 лет. Виктор Николаевич Мирошниченко родился 15 апреля 1937 года в селе Нечаянное, ныне Николаевская область, Украина. В кино Мирошниченко дебютировал еще на четвертом курсе театрального института. Он сыграл одну из главных ролей в детском остросюжетном фильме «Юнга сашхуны Колумб». В срочную службу Виктор Мирошниченко проходил в должности авиамеханика, и в картину «В бой идут одни старики». Он попросился на эту роль. Едва ли не с самого начала актерской карьеры режиссеры видели Мирошниченко либо солдата, офицера, генерала, одним словом, защитника Родины, либо сотрудника милиции или органов госбезопасности. Он снялся в фильмах «Нет неизвестных солдат», «Инспектор уголовного розыска», «Будни уголовного розыска». Виктор Николаевич справлялся с подобными ролями отлично и на судьбу не роптал. Быков, услышав просьбу и рассказ Мирошниченко об отце, пропавшем без вести на войне, заявил «Я возьму тебя на роль комполка Ермакова». Мирошниченко поначалу даже растерялся, но режиссер убедил артиста, что тот справится. Действительно, образ командира полка получился сочным, ярким, живым. Он продолжал много сниматься в кино. На работе Виктор Николаевич горел, что сказалось на состоянии здоровья. Смерть рано забрала этого талантливого артиста, разом оборвав все творческие планы. Ушел из жизни 20 ноября 1987 года в Киеве. Ему было 50 лет. Три последних фильма Виктора Мирошниченко вышли, когда актера уже не было на свете. Похоронен на Берковецком кладбище рядом с матерью. Спасибо за просмотр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч.